Всем привет! И с вами снова ежемесячная программа Infocast, в которой я вам расскажу о самых значимых прошедших и ожидаемых событиях в мире IT. Начнем этот выпуск с новости, которая уже частично упоминалась в одном из недавних видео на канале, а конкретно видео про возможные изменения в мире, если для Nvidia одобрит покупку ARM. В ушедшем месяце случилась довольно необычная ситуация. Китайское подразделение ARM фактически было захвачено генеральным директором, который отказался сложить свои полномочия, несмотря на то, что управление компанией проголосовало за его отстранение от должности. Алан Ву, имея в распоряжении печать предприятия и уставные документы, по законам Китая все еще оставался директором, но он выставил охрану предприятия, которое позволило ему оставить контроль за, по сути, отделившимся подразделением компанией. Естественно, после так все это провернуть было бы невозможно, весьма вероятно, что значительная часть акционеров в китайской части ARM в той или или иной степени принадлежит китайскому правительству и, в любом случае, более 51% акций принадлежат китайским инвесторам. Естественно, Китаю чрезвычайно важно иметь собственные технологии, связанные с ARM для развития национальной электроники. Вполне возможно, такое развитие ситуации планировалось уже давно, как компромиссное решение для Nvidia, без которого компания не смогла бы получить одобрение. Так или иначе, в Китае достались далеко не все технологии. Главная компания уже с 1919 года оказывала недоверие китайскому подразделению, поэтому в распоряжении ARM China нет возможности использовать наработки по ARM V9, а именно в этом обновлении добавляются аналоги векторных инструкций, которые есть в доступных процессорах. То есть, если предположить возможность перехода компьютеров на ARM в случае эмуляции архитектуры, старое решение на ARM будет выполнять x86 сместимый софт в несколько раз медленнее. Кроме того, если Nvidia решит выпускать какие-то стандартизированные решения, то они смогут запатентовать используемые физические стандарты, то есть, например, сокет, и соответственно этим просекать массовую продажу продукции ARM China за пределами Китая и крупными фирмами в самом Китае. Но что осталось в Китае вполне достаточно для поддержания национальных систем связи и телекоммуникаций, используя собственные наработки, а также создавать новые решения легально, используя как базу старые блоки технологий. Кроме того, данное отделение может сыграть на руку самой Nvidia, которая теперь сможет в переговорах указывать на то, что она не может создавать монополии, так как есть альтернативы со стороны Китая. Хотя, конечно, фактически Nvidia сможет, введя новые стандарты ради нарушения обратной совместимости, сделать китайские активы бесполезными для рыночных решений. Что касается продукции Nvidia, то в прошедшем месяце компания ничего нового не представила, однако появились слухи по поводу выхода репреша текущей линейки видеокарт. Для тех, кто не следит за железом, напомню, что Nvidia представляет новое поколение раз в два года, но обновляет линейки каждый год. И 3000 серия видеокарт вышла примерно год назад, так что не за горами выход незначительно обновленных решений. По слухам, обновление, как и в прошлом поколении, получит приставку Super в названии. 3090 Super получит полностью рабочий кристалл GA-102, насчитывающий 10752 ядра, что примерно на 300 больше, чем в текущем варианте RTX 3090. Восьмидесятая серия тоже получит примерно 250 ядер больше, но кроме этого увеличится количество видеопамяти до 12 ГБ. Меньше всего изменений в 70 линейке, только замена памяти на более быструю. А вот в 60 линейке разница будет наоборот самой большой, увеличится число ядер до 5632, кроме того увеличится объем памяти до 12 ГБ. Что касается цен, думаю, дефицит к моменту выхода карт не спадет, так что цифры, которые покажет компания, совершенно ничего значить не будут. И исключено, что Nvidia может значительно увеличить отпускную цену карт. Так как фактическая стоимость определяется рыночным способом, предложением и не может быть больше, чем за них готова отдавать, то в таком случае деньги от сверхдорогих карт будет получать сама Nvidia и ее партнеры, а не перекупу. Новая карта ориентировочно появится либо в Крошлицинском празднике, либо в январе. Продолжая про Nvidia, стоит упомянуть выход новой технологии DLAA, это вариация DLSS, но без предварительного снижения разрешения. То есть изначальная картинка рендерится в разрешении монитора, но за счет тех же алгоритмов, что применяются в DLSS, становится возможным увеличение четкости картинки за счет временной выборки за несколько кадров. Это же позволяет получить виртуальную картинку более высокого разрешения, которая в том числе выполняет функцию антиалайзинга. Технология уже появилась в некоторых играх и в целом справляется с функциями нормально. Свои технологии показывает и AMD. В прошлом выпуске я показывала, как Nvidia показывала в Linux работу своих передовых технологий. Сейчас подобную демонстрацию провели и AMD. Компания показала поддержку трассировки лучей на Linux при использовании библиотеки Mesa. Трассировка работает на Quake 2 RTX Edition, а также в перекомпилированной под Linux версию игры Far Cry 6. Естественно, такая активность вокруг игровых возможностей в Linux развернулась неспроста. Уже идет хардверное тестирование новой приставки от Steam. Портативная консоль Steam Deck уже разосана разработчиком. На Reddit уже появилось 10-минутное видео с демонстрацией девелоперовского устройства. Кроме того, было официально подтверждено, что загрузчик приставки позволит устанавливать более одной операционной системы. Настолько сложно будет установить Windows 11 на это устройство, пока сжит время. Windows 11, кстати, выходит тоже уже очень скоро. Осталось меньше недели. Срок анонса финальной версии 5 октября. При этом Microsoft до сих пор не опубликовали RTM-сборку новой будущей системы. Так что пока до сих пор нет возможности протестировать ту версию Windows 11, которая будет устанавливаться на компьютер в первые дни. Поэтому на канале обзора Windows 11 в первые дни после выхода системы не будет. Кроме того, Microsoft практически в последний момент изменили свою политику в части поддержки старых систем. Windows 11 можно будет устанавливать практически на все что угодно, но на свой страх и риск. Впрочем, установка Windows или их обновления не один год является русской рулеткой, так что по сути ничего нового Microsoft и не предлагает. Вероятность суть страха и риска заключается в том, что Microsoft не проводили тестирование системы на старых комплектующих. Но вернемся к AMD. В скором времени, как и Nvidia, компания слегка обновит линейку видеокарт. Но сделали это не в декабре или январе, а уже в октябре. Должна выйти версия RX 6600 без индекса XT. Ориентировочная карта будет анонсирована 13 октября. Хотя по другим источникам возможно даже 4 октября. У карты будет активно 28 блоков. Для сравнения, в RX 6600 XT активно 32 блока. Рекомендованная стоимость решения пока что неизвестна. Рекомендуемый ценник на RX 6600 XT в России составляет 33 тысячи рублей, а фактически от 56 тысяч рублей. Новая карта будет дешевле. Дешевеют и процессоры Ryzen 50-тысячной серии. Причиной уменьшения цен является скорый выход новых процессоров от Intel. До конца года будут представлены только старшие модели процессоров под разгон, причем представленные процессоры будут не под самый конец года, а меньше чем через месяц, примерно 27 октября. А начало продаж по разным слухам планируется на 4 или 19 ноября. Уже есть первые тесты процессора, но пока что только синтетические. Процессор показывает очень высокую производительность на одно ядро. В разных тестах обгоняет текущее решение Intel и AMD на 20-30%. Однако больше интересует многоядерная производительность, так как процессоры будут сочетать ядра разных микроархитектур. Насколько хорошо операционная система будет работать с такими наборами ядер, пока что неизвестно. К выпуску новых процессоров готовятся и другие компании. Так, дата начала продаж возникли не из каких-то эфемерных источников, а исходя из записания доступности продукции партнеров, будут выпущены новые платы. Кроме того, потребуется замена кулеров для по меньшей степени их креплений. В прошлом выпуске уже показывались и комплекты памяти для DDR5. В путь из новых слухов появилась информация, что для разгона памяти будет применяться не только половина делителя на частоту памяти, но еще и четвертной. Но кроме новой стандарта памяти, у Info появится поддержка процессоров и устройств с интерфейсом PCI-Express 5-ой версии. И один из китайских производителей уже анонсировали SSD-накопитель для этого стандарта. Скорость последовательного чтения у накопителя будет доходить до 14 ГБ в секунду, а это уже цифра соизмеримой со стоковой памятью DDR3. Для надо понимать, что задержки на обращение к SSD все равно в десятки и сотни раз дольше, чем в оперативной памяти. Так что SSD на оперативную память все равно никто не заменит. Стоит рассказать еще про два новых стандарта. В будущей версии USB-C появится режим питания 48 Вт с током 5 Ампер, где дает питание до 240 Вт. Это будет вполне достаточно для внешних видеокарт. Ну и конечно же это позволит существенно сокращать время зарядки смартфонов на этапе восполнения глубокого разряда батареи. При этом стандарт может выполнять роль видеопорта, т.е. подключение к внешних карт будет возможно одним кабелем. Но все же надо понимать, что 48 Вт это уже достаточно много и небезопасно при использовании повышенной влажности. Так что вероятно у этого формата питания будут ограничения по променяемости. Еще один разрабатываемый стандарт питания показали Motorola. Они предлагают устанавливать дома антенна-фидерное устройство, которое будет излучать энергию в сторону заражаемых устройств. Состоять блок будет из 1600 антенных элементов и покрывать сектор в 100 угловых градусов. Система будет следить за окружением и иметь датчики присутствия человека. Отключая излучатели, если они могут попасть на человека. Дальность действия устройств составляет 3 метра. Мощность зарядки всего 5 Вт. Однако это вполне достаточно, например, для беспроводных систем умного дома. Т.е. можно будет никогда не менять модули питания в датчиках протечки, анализаторах газа, метеостанциях, часах, беспроводных выключателях, камерах, датчиках, обеспечивающих контроль безопасности периметра помещения. Ну и, возможно, это будет работать и для телефонов. Хотя, конечно, работа подобных систем при наличии в помещении человек весьма опасна. Так что для подзарядки телефона использование AFAR-систем не самый лучший вариант. Еще из интересных новинок появление оперативной памяти под брендом Asus Republic of Gamers. Память будет производить компания ADATA. Кроме того, Asus начнет продавать свою геймерскую мебель в магазинах IKEA. Ну и закончим выпуск сотками по криптовалютам. В этом месяце биткоин вновь поднимался выше 50 тысяч долларов. На новое решение Китая по запретам на любые действия с криптовалютами привели к снижению стоимости до 42-45 долларов за монету. Эфирм тоже немного упал с пикового месячного значения в 3200 долларов до 3000 долларов за монету. Но, к сожалению, на цену и доступность видеокарты это положительно не повлияло. В прошедшем месяце цена на карты опять чуть выросла. Не снижается дефицит электроники и в других областях, в том числе в бортовых системах для автомобилей. Некоторые предприятия снижают объем выпуска автомобилей. В России из-за нехватки чипов даже временно запустили продажи автомобилей без системы GLONASS с условиями последующей установки ее компонентов. Уверена, будут и другие интересные события, естественно о них я расскажу через месяц в следующем выпуске Infocast. На этом пока все, спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий в мире компьютеров.